Всем привет, ребят! Сегодня дошли на конец-то руки показать вам Xiaomi Redmi 5 Plus. Размер экрана 5,99 дюймов, соотношение сторон 18 к 9, 4000 мАч батарея, 625 Snapdragon процессор. Немного видоизменили начинку коробки. Теперь вот так вот идёт зарядная здесь, скрепка здесь, здесь же кабель. И идёт такой непонятный мешочек. Раньше было барахло всякое, гарантия на китайском и так далее. Сейчас здесь спрятали наконец-то нужную вещь, действительно нужную. В комплекте с этими телефонами, так же как и с Redmi 5, идут силиконовые чехлы. Designed by me написано. С чёрным телефоном идёт вот такой вот тёмно-серый, можно назвать его чёрный силиконовый чехол. Хорошего качества, плохого ничего сказать не могу. Со всеми остальными цветами идут прозрачные силиконы. Напускается в нескольких цветах. Это чёрный, вот этот вот золотой. Все, кроме чёрного, идут с белым передом. Золотой с белым, розовое золото. То же самое. Отличие, видите, в цвете между золотым и розовым золотом. А также есть у нас ещё вариант blue, он же синий. Ну и здесь, мне кажется, странновато сделали, уже бы делали синюю рамку. Как-то вот со стороны видно, что телефон синенький, а здесь он становится белым. Итак, ребят, начнём с фирмы БЗОС. БЗОС, мы же с вами знаем, когда-то давно тестировали стёкла их. Выпускает два варианта стёкла. Полноразмерные с рамками, чёрные и белые. А также прозрачные, которые короче экрана. Так как экран здесь 2,5D, то нужно подмазывать, будет ликвидом, жидкостью. Ну, она же там сделана из глицерина, в добавке с чем-то. И выпускает два вида бамперов. Первый, это обычный силиконовый, в принципе, можно назвать его тонким. Я показывал в прошлом обзоре. И второй, это стандартный для них, противоударный, с усиленными углами. Вот так вот выглядит, ещё толще, чем обычный. И, в принципе, защищает телефон довольно-таки неплохо. Не искажая его цвет, если вы хотите видеть именно свой телефон, цвет его, но защитить каким-то образом, то будет выглядеть вот так вот. Немного они мне не нравятся тем, что, видите, разводы остаются от рук, но вытирается там штанами или чем-то ещё. Конечно, однозначно лучше, чем обычный силиконовый бампер. Эти желтеют не так со временем. Но спустя полгода где-то начинают принимать на себя мусор, выцветают, выгорают и тоже немножко желтеют. Вот так вот смотрится. Хорошие борта, усиленные углы. То есть, если упадёт, есть даже шанс, что, в принципе, если упадёт на угол, то точно не деформируется задняя крышка. Если ударится какой-то этой частью, скорее всего, что-то может случиться с самим телефоном. Вот так вот выглядит бортик, помогает ездить ему именно чехлом, а не стеклом, не самим телефоном. Все вырезы есть, кнопки нажимаются хорошо. Вот, смотрите, заглушек нет. Следующее, что я хотел вам показать, это чехлы кафели и кафели ОЕМ. Делаются они на одном заводе, и фирма кафели наносит вот сюда вот свои логотипы кафели и ложат в коробочку, в такую картонную, из переработанного картона. Не очень красивую. За это чехол дорожает в 2-3 раза. Это та же фирма, просто без логотипа. Всё то же самое. Их легко можно узнать по повторению. Вот здесь вот, по прорисовке антенн. Сверхтонкие матовые чехлы. Выпускаются в пяти цветах. Чёрный, синий, красный, белый и розовый. Хороши тем, что практически незаметны на телефоне и абсолютно его не утолщают. Имеют маленький бортик, но по сути он далеко не уходит. Здесь углы скруглённые чуть-чуть закрывает. Но на этом и всё. Однозначно надо клеить стекло. И сильно там от удара об стол он, конечно же, не спасёт. Но тот, кто любит маленькие чехлы, чтобы не поцарапать заднюю крышку, телефон сохранит от мелких песчинок и от всего остального. Все вырезы, конечно же, всё чётко совпадает. Всё идеально. И здесь сделан такой вот нарост, так скажем, чтобы защитить камеру. Отличительная особенность Redmi 5 и 5 Plus, что камера выпирает у них очень сильно. Здесь всё чётко. Углы кто-то говорил, что в оригинальном кафеле острые. Но я, в принципе, не заметил. Палец вы точно не порежете. Ну, если вот так прям брать, заворачивать, ну, опять же, не острые. Бывают намного острее. Вот так вот. Синий у меня ещё есть. Но все остальные цвета подойдут в основном девушкам. Белый имеет цвет такого прозрачного белого. То есть, можно ставить на любой телефон, всё равно он полностью его закрывает, и цвет изменяется в цвете чехла. Чехлы кокос. Кокос выпускается двух видов и трёх цветов. Вот. Первый вид – это гладкий. Второй вид – с узором дракона. Вот, видите, он так переливается на свету и светится. Три цвета бывают – чёрный, тёмно-синий и светло-серый. Но светло-серого у меня сейчас нету. Но можно на картинках посмотреть или в любом моём другом обзоре. Часто мы их с вами смотрели. Эти стоят обычно где-то на доллар дешевле за счёт того, что у них нет рисунка. Это уже полноценные противоударные чехлы. Немного в них усиленные углы везде. И всегда они пишут модель телефона где-то вот здесь. ХМ5+, Хонми 5+, это Редми 5+, по-китайски. Полноценные вырезы. Всё здесь есть. Бортики уже здесь довольно-таки серьёзные. Но опять же, стекло тут выпирает изгиб довольно-таки сильный. Примерно по уровень, видите, наклеенной плёнки на телефон транспортировочной. Где-то вровень чуть-чуть поднимаются над уровнем. Если приклеить стекло, где-то, наверное, будет чётко в уровень. Так, бортики есть. Вот так одеть хорошо. В принципе, тоже сильно не утолщает и защитит уже практически от всего. С драконом выглядит вот так вот. Тоже на любителя. Кому-то нравится, кому-то не очень. Смотрится довольно-таки неплохо. Можно назвать их айпаки, не айпаки. Разновидность карбон. То есть, вот так вот сделанный. Тоже похоже на кокос. И с такими вот, типа, карбоновыми всталками, вклейками. Бортики чуть-чуть выше, чем на кокосе. Это практически незаметно. Вот так вот смотрится. Но он с холода я его принёс, поэтому отпечатки более видны. Если температура и чехла, и ваших рук там примерно одинаковая, то есть помещение, так если он не холодный прогреется, всё нормально будет. Ну, отпечатки уходят сразу же. Остальное в этих чехлах нажимается хорошо. И ещё одна разновидность таких чехлов. Этот чехол называется ТПУ кожа, либо ещё как-то. Сделано тут такое напыление-нанесение, как будто это простроченная кожа. Видите, ещё и строчка сделана. Внутри всё то же самое. По толщине, по бортикам тоже абсолютно идентично. Вот так вот смотрится. Ну, кому нравится как будто кожа, то, в принципе, носить можно. Выглядит тоже за свои деньги достойно. Стоят они все недорого. Книжка на магните. То есть с магнитной застёжкой. Подойдёт тому, кто часто роняет телефон, где-то носит его с силиконовой вставкой внутри. С пластиковыми бамперами внутри лучше не брать. Обычно они царапают телефон. Здесь отсек под несколько кредитных карт, либо ещё какие-то бумажки. Здесь можно, в принципе, при желании засунуть немного денег. Может использоваться как подставка, силиконовый бампер в клиент. Ну, такое обычное качество. Больше подойдёт, я же говорю, любителям книжек. Которым нравится, чтобы телефон полностью был закрыт и на застёжке вытянул из кармана, разблокировал и разговаривая, опять его закрыв, здесь вырезы есть. Ну, вырез, кстати, более-менее нормальный. Видите, надо его положить, чтобы он выравнился, потому что сдвигается немного вырез под динамик в сторону. Захотел, используешь как подставку, смотришь там видео, фотографии и что-нибудь ещё. Вот такие в коробочках выпускаются. Очень-очень давно я его знаю по другим моделям. Ещё Xiaomi первый у меня был, Mi 1. Был у меня такой чехол когда-то. Это Crystal, iMac Air Crystal. Пластиковый, то есть жёсткий чехол, полностью прозрачный. Со временем он у меня так и не пожелтел. То есть качество довольно-таки неплохое. И он, видите, не клип, что вырезы сверху и снизу, а в принципе полностью всё закрывается. Вот здесь нет перегородки. Хороший чехольчик, мне такие нравятся. Тоже всё нажимается чётко. Очень тонкий по типу кафели. Полностью прозрачный. Ну и пластик, то есть, если упадёт на пол, скорее всего он лопнет, но полностью самортизирует удар. Следующий iMac, это iMac Cowboy. Мы с вами уже видели их. Когда-то отличительная особенность идут с кольцом-держателем. То есть можно его прилепить. И носить. Некоторые люди его используют. Вот кольцо-держатель в комплекте. То есть сюда приклеил на палец кольцо носить. Идёт обычная плёночка в комплекте. Вот такая вот с вырезами поверху. Но это обычная плёнка, не надо никакая. Салфетки, чтобы её поклеить, помочь. Пластиковый чехол с элементами песка. То есть скраб он ещё называется. Хорошо по ощущениям выглядит. Абсолютно не скользит. Ну всё то же самое. Только пластик. Крашеный. В принципе, с песочным покрытием. Как кристалл, который мы только что смотрели. С кнопок всегда лучше одевать. Но тут уж как получится. Бортики здесь минимальные. То есть абсолютно телефон не утолщает. Можно сказать, утоньшает. Видите, даже немножко не доходит до скругления телефона. То есть он очень-очень тонкий. Будет не широкий абсолютно. Следующий чехол это iMac силиконовый. Обычный. То был пластиковый у нас. Это силикон. Тоже неплохого качества. Тоже идёт плёнка в комплекте на экран. Вот так вот выглядит логотип iMac. Практически незаметен. Обычный силикон. Со временем будет желтеть. Но произойдёт это в зависимости от того, как вы носите телефон. И там в кармане попадает туда мусор, песок и так далее. Бортик уже получше, как у кафели. И немножко, видите, заходит прямо на стекло. Это хорошо. Этот чехол довольно-таки неплохой. Плюс плёнка в подарок. iMac Shock чехлы выпущены. Они немножко модернизированные стали. Раньше они были без утолщённых углов. Сейчас, вот видите, он изменился, потолстел. Стали углы похожи на кокос. Вот такой вот серьёзный чехол. Изнутри не изменились. Как были, так и остались. Выглядит немного потоньше, чем кокос. Но где-то представляет то же самое. Только вариант скраб, чтобы, если рука у вас сильно потеет и скользит, он будет её задерживать. Неплохой тоже чехол. Кому нужно что-то немного потолще, чтобы предупредить от таких небольших ударов телефон спасти, то этот вариант неплох. Бортики тоже, видите, есть. В комплекте с чехла-мешок идут синие плёнки нано-плёнки iMac. То есть это уже противоударные плёнки, те, которые, в принципе, выдержат любые удары. По ширине, видите, плёнка даже чуть-чуть короче, чем стандартная плёнка транспортировочная, которая наклеена на экран смартфона. То есть, по идее, не надо там ничем подмазывать, и всё полностью пристанет. Не стали они большие делать, чтобы заходили на скругление, никуда. Метал, black metal, полностью гладкий. И это толстый силикон, то есть полностью прозрачный. Также углы усиленные, шок. Похож на бампер БЗОС. Вот такой вот. В принципе, пока всё. Позже посмотрим другие чехлы. Сейчас наша самая задача начать клеить стёкла и смотреть, какие из них оптимально подойдут к этому смартфону.